В Челябинском 5-летние мальчики упали в открытый колодец и провели там несколько часов. Глубина колодца 3 метра. Выбраться сами не могли. Родители искали детей до вечера, а когда стемнело, обратились в полицию. Мальчики не пострадали. Еще один похожий случай произошел в Ленинском районе Челябинска. 12-летний ребенок провалился в трехметровую коммунальную яму на глазах у родителей. Всего же в районе пропало сразу 10 люков. Куда они исчезли и почему колодцы не закрыли сразу, Василий Цвентух расскажет. Этот коммунальный колодец едва не стал местом трагедии для семьи Марии Селезневой. Женщина вспоминает, муж, как обычно, ушел забирать младшего сына из детского сада. Взял с собой старшего, 12-летнего Александра. И уже через пару минут раздался звонок. Супруг в панике заявил, Саша провалился в открытый канализационный люк. У меня в голове, как его оттуда достать. Я сразу вспомнила, что у меня есть в машине лебедка, у меня есть боксировочный трос, у меня впереди крюки. Я уже начала машину, уже хотела подгонять, у меня вся система сработала, что я его достану. Но муж меня остановил, он говорит, слышишь сирены, они едут. Это сейчас Мария вспоминает о случившемся с легкостью, ведь сын ее не пострадал. Этот люк попросту украли. За один день в Ленинском районе Челябинска пропал сразу десяток канализационных крышек. Трехметровые ямы под ногами сразу заметили местные жители. Забили тревогу. Начали массово жаловаться чиновникам. Люков не было не только во дворах, но и на проезжей части. Поступило обращение граждан по поводу открытого люка на проезжей части, на улице Новороссийской. Специалистами администрации района был осуществлен выезд на данное место, где был сон факт, что люк отсутствует. Была передана заявка в сетевую организацию, которая осуществляет обслуживание данных сетей. В данный момент вы видите, что люк присутствует на данном месте. Люки простояли открытыми почти четыре дня. В администрации района уверяют, главная сложность как раз найти ответственных за колодцы. Именно они должны следить за сохранностью металлических крышек. Например, постоянно проводить объезд. Ответственным за пропавшие люки оказался Челябинский водоканал. Коммунальщики объяснили, за всеми колодцами уследить не в силах. Их на балансе около 80 тысяч. За минувшие три года предприятие обезопасило около трех тысяч колодцев, закрепив их антивандальными крышками. Однако проблема хищения крышек, канализационных и водопроводных люков остается насущной, даже после регулярных обходов территорий. МОП ПОВВ обращается к добросовестным гражданам и представителям управляющих компаний. Пожалуйста, будьте внимательней на улицах города. Если вы заметили открытый колодец, обратитесь в диспетчерскую службу МОП ПОВВ. Это объяснение не устроило прокуратуру. Заявление туда написали супруги Селезневы. Ведомство пригрозило коммунальщикам штрафом, если ситуация повторится. Директору МОП ПОВВ внесено представление, начальнику горводопровода объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства. А похитителей люков уже нашли. По горячим следам их задержали полицейские. Преступления были совершены разными лицами. Всего полицейскими задержано семь подозреваемых, среди которых также есть лица без определенного места жительства. В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Все похищенные люки изъяты. К счастью, серьезно от действий злоумышленников никто не пострадал. Добавлю, то, насколько быстро коммунальщики закроют опасные колодцы, зависит и от действий челябинцев. О пропавших люках сообщить можно не только в водоканал, но и в районной администрации. Василий Цвентух, Павел Клементьев, Иван Бредехин, ОТВ.